Белорусский влогер Павел Ша, автор канала Road to Film на YouTube, с шестьюстами тысячами подписчиков погиб в Санкт-Петербурге вместе с сопровождавшим его диггером. Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. Короче, настроение как-то не очень. Вчера вот я приехал, и был такой бодрый, шустрый, все было классно, к вечеру все поменялось. Ну, почему, не знаю. Ночь была жестокая, вот я отвечаю. Это была вообще жесть какая-то, это кошмар. Какие-то были. Вот я в какую-то яму провалил, что-то потерял. Ну, это было что-то, короче, страшное. Знаете, еще можно сравнить? Верь. Помните? Друзья, хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Его зовут Никита. Никита, приветствую. Приветствую. Никит, вот ты занимаешься диггерством. Да. А что такое вообще диггерство? Как это переводится? Ну, все это происходит от глагола «тудик», что означает «копать». Это вообще изначально движение такое в Англии, протестное, можно сказать, которое боролось против монархистского режима. Но у нас сейчас это относится к подразделу своего рода городского исследования, а именно исследование городских техногенных подземелий. Ну, то есть дренажные коллектора, метро, кабельные коллектора. И вот все в таком духе. А давно ты занимаешься диггерством? Ну, я практически 15 лет этим занимаюсь. А представлял ли ты тогда, какие могут быть опасности? Или ты уже узнал об этом попозже? Ну, про опасности я на тот момент читал только мельком. Ну, то есть я знал, что есть такое явление, как коллекторная волна, например. То есть в случае дождя уровень воды может очень резко подняться, и нас просто может смыть. Как с этим бороться и как это предсказать, я уже не знал, к сожалению. Только что прошел ливень, течет всякий мусор, уровень воды растет буквально каждой секундой. Коллекторная волна. Маленькая правда, но все-таки из этой подключки шел маленький ручеев, а теперь неплохой поток. Плюс боялись охраны, боялись милиции тогда еще. Но все равно лезли, интересно же. Вот, кстати, по поводу опасности. Наверняка ты слышал историю Павла о Road to Film, и вот это была его уже не первая вылазка, если так это можно назвать. Что там пошло не так? Ну, по моей информации, Павел с очень таким серьезным и именитым диггером Мегавольтом решили спуститься в Питерскую канализационную систему, точнее в Петроградскую канализационную систему. Они в целом не думали, что их там ждет какая-либо опасность, поскольку сам Мегавольт когда-то уже в нее ходил, и ходил вполне себе спокойно. Да и многие ходили до этого спокойно. Как оказалось, к Петроградской канализационной системе был пристроен новый тоннель, а в связи с этим изменилась газовая и аэродинамическая обстановка. То есть, соответственно, местами не поступало столько воздуха, сколько поступало ранее. Поэтому образовывались так называемые газовые карманы, то есть места скопления газа. И, соответственно, как только Мегавольт первым спустился в колодец, он потерял там сознание, ему на помощь пошел Павел. Павел, как говорят, потерял сознание еще в люке. И, соответственно, упал уже вниз. Третий же человек, который оставался наверху, не рискнул лезть вниз и вызвал уже сотрудников МЧС, которые, собственно, и установили сам факт гибели ребят. Ну, то есть, ребята шли изначально на уверенности Мегавольта в том, что там все в порядке. Собственно, туда так ходили и многие. И, возможно, если бы не они, то кто-нибудь другой бы поплатился за это жизнью. Вот, просто так сошлись звезды. К сожалению. А вот скажи, как профессионал, можно ли, кстати, тебя назвать профессионалом? Ну, профессионалом называть нельзя, потому что диггерство – это не профессия. Поэтому и о профессионализме здесь речи не идет. Ну, специалиста можно назвать. Ну, в какой-то мере, да. Какую они главную ошибку допустили? По сожалению, я не могу сказать на 100%, поскольку я не ходил по канализационным системам никогда. Это своя определенного рода специфика. То есть, туда обычно люди спускаются, как минимум, с дыхательными аппаратами. Ну, либо хотя бы с газоанализаторами. А, то есть, есть специальные аппараты дыхательные? Ну, то есть, некоторые ребята там используют старые советские экипы, то есть, кислородно-изолирующий противогаз. Некоторые, как минимум, просто ходят с газоанализаторов. То есть, этого хотя бы достаточно для того, чтобы понимать, безопасно ли внизу. Насколько я знаю, у ребят не было ни того, ни другого. То есть, они просто спустились в надежде на то, что там в действительности все нормально. Так, а что мы сейчас делать будем? Будем одеваться для спуска вниз. Мы под землю все-таки полезли? Да, да, да. Потому что это как-то... Я думал, ничего, вот так. Вот так, да? Это что? Это бахилы, да? Да. А их можно сверху, да, одевать? Да, 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 нужно. Я никогда этого не делал. Ну, один на одну ногу, другой на другую. Я теперь похож на водолаза. А что вот людей тянет под землю? Тут сложно сказать за других. Для меня конкретно это был поиск чего-то нового. То есть, узнать, как устроен наш город не только сверху, но и снизу, как обеспечивается его жизнь, какими коммуникациями, для чего они вообще сооружены. Ну, а впоследствии, соответственно, за годами опыта, за местами посещения различных объектов, я уже начинал постепенно это узнавать. Где-то общался с инженерами, которые мне объясняли, для чего построены те или иные коммуникации. И это становилось все более интересным. Ну, и, соответственно, больше знаешь, больше хочется. Вот примерно так. Плюс для меня это своего рода своя особенная атмосфера. То есть, когда я спускаюсь под землю, это некий собственный мир. То есть, у тебя сверху остается мир условно жены, девушки, работы, учебы, у кого что. А внизу этот мир совершенно другой. Он там либо совершенно спокойный, где течет просто вода в какой-то трубе, либо это гул тонелей метро, или просто тишина какого-либо подземного объекта, где никого нет. И это своего рода тоже романтика. То есть, ты находишься там, где нет никого. Или где давно никого не было. Или куда мало кто приходит. И ты это чувствуешь. И это своего рода такой эффект первооткрыватель. Исторический момент. Я снимаю Валера. Валер, держи бахилы. Как ощущения-то? А? Валер, ну тебе идут эти бахилы. Да. Друзья, вы, кстати, просили, чтобы я Валера показал. Вот так вот Валер выглядит. Как ковбой выглядит. Заправский. Ну, может теперь дать пистолет тебе и все. Будешь ковбоем. Существует легенда, что под Москвой есть целый город, который больше, чем Москва. Там тысячи дорог, какие-то есть секретные объекты. Вот как ты можешь это прокомментировать? Ну, скажем так, под Москвой есть так называемый подземный город. Но это просто спецсооружение на большое количество человек. То есть, условно, это там около 10 тысяч человек. Вот оно действительно построено, но в нем нет как таковых дорог и еще чего бы то ни было. Ну, и, конечно же, небезызвестное метро 2. Оно также существует в Москве, оно есть. Вот поэтому все вот эти легенды, они сводятся, как правило, вот именно к этим местам. То есть, метро 2 и подземный город. Вот поэтому их и принято считать вот за вот эти трассы и что-то самое интересное. То есть, это, как можно сказать, мекка для диггеров. Что вот самое необычное ты видел под землей? Я знаю то, что у тебя наверняка много есть историй. Ну, самое необычное для меня оказалось найти советскую мину минометную 82 мм во время Второй мировой войны, вот, в одной из московских подземных рек. Хотя, казалось бы, откуда она там? Как-то раз еще нашел такой остов оловянного солдатика 1817 года. Почему 1817? Потому что своим донышком, вот, или постаментом, не знаю, как правильно назвать, он был погружен в известковый налет, который застыл. И, соответственно, вырвав его оттуда, я увидел вот клеймо 1817. А сам солдатика был уже, причем там от солдатика только формы остались, едва-едва различимые. Но, тем не менее, стало понятно, что это какая-то фигурка человечка. Здесь была дверца, и, собственно, вот мусор висящий на решетке, это показатель того, до какого уровня поднялась вода здесь во время дождя. И, соответственно, здесь был настолько сильный поток, что дверцу это просто оторвало и смыло. Так, а может, там сейчас потоп, там шум такой? Нет, потопа нет, на улице уже не капает. Ну да. Так что у нас все нормально. Но шум там серьезный. Друзья, ну что это? Мой первый опыт подземелья. Потому что, действительно, первый раз нахожусь именно под землей, под городом. И, честно говоря, адреналин немного зашкаливает. Вон, Никита очень спокойный. Вот там вообще ничего не видно, вообще, друзья. И он бегает. Вот это вот, да. Обалдеть. Да, накачается, Валер, аккуратно. Это вот речка, которая раньше текла на поверхность. На поверхность, да. А, кстати, я слышал, что люди, когда под землей слышат какие-то разговоры. Ну, это если долго прислушиваться в шум воды. А это реальные разговоры или все-таки что это такое? Нет, это кажется. А что делать, если померещится? Да ничего, наслаждаться. А вот это куда же идет вот этот ход? Это, скорее всего, водоотведение. Обычная дренажная труба. А это выход наверх. Друзья, вот это, посмотрите, это колодец. Вы его видите обычно снаружи. А вот так он выглядит внутри. Обрати внимание, видишь, вот до какого уровня мусор у нас висит. Это означает вот как раз-таки максимально возможный уровень воды, какой здесь появляется во время дождей и селья. А как, кстати, узнать, что дождь пошел? Ну, обычно начинает дуть ветер здесь по тоннелю, а также течь разного рода мусор. То есть бычки какие-нибудь, листочки с улицы. Вот все, что болтается на улице, начинает попадать в ливневую канализацию, а из ливневок уже сюда. Ну и, соответственно, уровень воды понемногу сначала прибывает, а потом может подняться фактически резко. Были ли такие случаи, что ты тоже вот шел по воде и прям уровень воды начал резко подниматься? Ну, однажды был такой случай. Мы тогда очень сильно испугались, при том, что оказались в том месте, из которого практически не было выхода. Но, как оказалось, дождь прошел буквально пятиминутный, но даже за этот пятиминутный дождь в том тоннеле, где мы были, уровень воды поднялся на 30 сантиметров, что нас изрядно напугало. Но мы переждали и потом смогли пройти дальше. А так, если бы дождь шел бы дольше, то могло бы... Ну, могло бы все кончиться намного хуже. А все произошло из-за того, что мы просто по собственной глупости не посмотрели прогноз погоды на ближайшее время. А на сегодня ты смотрел его? Да, сегодня у нас все в порядке. Кстати, здесь связь вообще берет, нет? Ну, в некоторых местах, особенно, например, под колодцами люков, там может поймать связь. А так в тоннеле нет. В тоннеле у нас железобетонный, то есть это, по сути, экранирующая сетка для любой радиосвязи. Ощущение, как будто ты космонавт. А что это? Ну, всякие карточки, там, спорт-депоп, магазин профессиональный. Какая-то клубная карта. Как правило, в эти коллектора попадает все, что теряют люди на улицах. Ну, соответственно, здесь можно найти иногда ключи от машин, мобильные телефоны, кошельки, карточки. Сюда. Где ты, Илья? Как он идет вообще? Что это за звук? Ты слышал? Что это за звук, Дор? Страшно. Как ты ходишь без света, да? Я же слышу, куда я иду. Ты когда идешь, ты можешь слышать звуки, всплески воды, исходящие от стен. Вот перейдешь, ты даешь всплеск, и звук отражается от стены. И тем самым ты можешь понимать, где та или иная стена находится. Так, а Никита куда-то пропал. Его вообще нету. И куда он пошел? Ребят, мы потерялись. Никита здесь что, ушел? Слушай, может, он сюда забрался? Она вроде мокрая. Ого, нет, ну там высота большая. А, нет, это с улицы. А вот оно. А мы тебя потеряли. А куда идти? Ну, вот наверх здесь и полезем. Да? Да. Полезем наверх здесь. Да ну, я не хочу туда, пойдем уже. А куда деваться? А? А куда деваться? Пока, Дим, мы скажем, и тебе приятное слово. Ладно. Ладно. Ритально. Ого. Ого. Да, эмоции просто капец. Вообще, это какое-то чудо, что вы ездили вообще на другой территории. И, знаешь, было страшно, когда один там остался, вот честно. Все уже залезли, потом там люк запекнули. Я понял, что, конечно, вы шутите, но тоже так немного страшно. Я так понимаю, то, что по десятибалльному уровню сложности у нас уровень ноль был, да? Или один? Один. А что посоветоваешь следующее? Ну, на лодочке сплавимся. А там примерно какой уровень был сложности? Ну, три-четыре. Друзья, не стоит это делать самостоятельно. Мы это делали под руководством опытного инструктора Никиты. Если вы хотите почувствовать вот эти ощущения, как почувствовал я именно до сих пор, адреналин бьет немножко, то я оставлю ссылку на сайт Instagram Никита. Он проводит такие вот путешествия, также проводит плавание под землей. Поэтому пишите ему, и я думаю, что вы получите. И плавайте под землей. Да, вы получите массу впечатлений. Меня чуть-чуть даже потрясает, если честно. Ребят, напишите в комментариях, куда нам еще стоит сходить. Ну, конечно же, по традиции, друзья, попрошу вас подписаться на наш канал, проверить, стоит ли у вас колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления. Конечно же, делайте репосты в социальных сетях, проявляйте максимальную активность так, как вы умеете. С вами был канал Сансара и Никита. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok